Завальди! Завальди! Выпускай! 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 Путинборг! 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 К моменту начала митинга в Москве и Санкт-Петербурге уже было задержано 220 человек в 42 городах по данным ОВД-Инфо. По разным сообщениям в Омске на митинг за Навального вышли 2000 человек, в Томске 600 человек, в Челябинске 500 человек, в Екатеринбурге 5000 человек. На тот момент это была самая массовая акция. Почти во всех штабах Навального проходили обыски. Глава штаба в Екатеринбурге Алексей Гресько был задержан. Аналогичным образом оказался задержан известный политический деятель Владислав Жуковский. Здравствуйте. Вы из полиции? Чем могу вам помочь? Вы представьте, покажите жетонное установление ваше. Начальник УДУ. Участковых уполномоченных Драгомилов. ВД России, майор полиции Булов Михаил Сергеевич. Так, чем могу помочь? Пройдемте. По подозрению совершения административного правонарушения задерживаетесь. Я задерживаюсь? А у вас есть бумага, покажите. Драгомилов. Нет, а бумагу можешь посмотреть, на каком установке задерживаете? Там мы как раз и покажем нам бумагу. Нет, подождите. Давайте сначала покажите бумагу, почему я задерживаюсь. Я ж не знаю, а какой тут человек, скажите? Сотрудник полиции. Административное правонарушение нужно таким образом задерживать? Да, 20. На каком основании? Согласно федеральному закону о полиции, если мы не имеем права на месяц составить административный протокол, А почему мы не имеем права? Ну, у нас нет возможности. Слушай, подождите, можно я для начала покажу? Подождите, подождите. Для начала я хочу показать документы. Значит, я помочь депутатам Госдумы. Нигде ничего не нарушаем. Административное правонарушение тоже не совершаем. Ну, проедем. Я ни от кого не скрываюсь. Мы можем спокойно здесь с вами поговорить. Мы можем учить какую-то повестку, что у вас есть уведомления. Не, мы повестку. Вы говорили по подозрению задерживаться. По подозрению в чем, скажите, я понимаю? Совершение административного правонарушения. Какая статья у меня нарушается? 20.2. Это статья о? О участии несанкционированных митингов. А от какого числа? Я должен понимать, скажите, вы меня задерживаете, что вы меня задерживаете. Какое правонарушение? Разбирательство. 20.2 КОАП РФ. Да, КОАП РФ. От какого числа? Какая дата? Пройдемте, там все объясним. Вполне очевидная ситуация. Без разницы от какого числа. Они использовали повод, чтобы не дать Владиславу поучаствовать в сегодняшней акции. Это происходило по всей стране. Наиболее активных, политических, значимых фигур уже заранее арестовывают, задерживают, доставляют, штрафуют, оказывают самые разнообразные варианты давления, лишь бы не позволить им возглавить каким-либо образом протестную активность. Задержания уже начались. Прямо сейчас в Ижевске задержан бывший кандидат в городскую думу Ижевска и активист РСД Мерзляков Павел. Паша – профсоюзник, которого уволили с работы за активную деятельность на своем предприятии. Сейчас он задержан, как якобы один из организаторов сегодняшней акции. Ни Владислав Жуковский, ни этот Мерзляков не имеют никакое отношение к деятельности Фонда борьбы с коррупцией и Навальному. У них, в принципе, другое идеологическое оформление. Они работают на других принципах, на других концепциях, но все равно их задержали. А то, не дай бог, пока Навальный, Соболь и другие либеральные активисты, другие либеральные лидеры находятся в местах не столь отдаленных, вдруг социалисты перехватят повестку. И тогда уже кремлевской администрации будет совсем не до смеха. «Через 9 дней случатся антарк». «Врача Навальному! Врача Навальному! Врача Навальному! Врача Навальному! Врача Навальному!» Это кадры с митинга, который стартовал в Хабаровском крае, это Дальний Восток, это самые ранние пташки традиционно у нас, у них другой часовой пояс. Обратите внимание, лозунг врача Навальному уже сейчас не актуален, то, о чем я говорил последние несколько дней. К Навальному в избежание протестной активности уже несколько дней засылают целые консилиумы врачей. Он сейчас не в тюрьме находится, он находится в стационаре под наблюдением целой бригады врачебной. И тем не менее, люди скандируют врача Навальному, это уже не актуально. Но других лозунгов, что еще скандировать, за что люди вышли, других лозунгов озвучено, заготовлено не было. И это самый главный коренной просчет и моя претензия к либеральной оппозиции. Навальный только один из политзаключенных, вы могли озвучить множество других фамилий. Быков, хотя бы Фургал, Платошкин, Габышев, Чельдиев и многие-многие другие, о которых вот в комментариях вы, дорогие друзья, сейчас наверняка напомните и напишите. Но об этом сказано не было. Люди, ну вот о чем слышали, на что были настроены, то и озвучивают. Наравне с Хабаровском большую протестную волну и активность показал Владивосток. Очень мощный людской поток, несколько тысяч человек, по разным оценкам, полторы тысячи, две тысячи, три тысячи человек прошли по улицам города. Дальний Восток становится на самом деле протестным регионом. Дальний Восток показал свое несогласие с действиями федеральных властей еще на выборах 2018 года, сразу после пенсионной реформы. Тогда был избран, собственно, губернатор Фургал. Хабаровчане прокатили кандидата от «Единой России» и Сергей Иванович стал губернатором. В Приморском крае со столицы во Владивостоке тоже должен был появиться оппозиционный губернатор. Однако после ряда скандалов и манипуляций этот красный кандидат был отстранен от дальнейшей выборной гонки и все-таки прислали туда кремлевского ставленника Кожемяка. На удивление, сегодняшние митинги долгое время проходили без задержаний. Большинство оперативников, сотрудников московского спецполка, полицейские, росгвардейцы, они занимались тем, что снимали всех протестующих и митингующих. Они фотографировались, снимали на видео, чтобы в дальнейшем каждого найти по базам данных, оштрафовать и таким образом остудить протестный пыл. То есть если ты пришел, то обязательно тебе прилетит. Сейчас тебя не задержат, но потом в какой-то момент тебя встретят, тебя вызовет участковый или в какой-то иной форме ты получишь извещение о том, что должен передать государству 10, 20, 100 тысяч рублей. Или потратиться на адвоката и попытаться отстоять свою невиновность в суде. Один из самых массовых митингов прошел в Новосибирске. Я представился, объяснил причину своего подхода. Что мне сейчас, с вами проехать куда-то? Не надо никуда ехать. Я вас не задерживаю никуда. Так я тогда пошел... Покажите мне документы, выстреляющие решения. Меня не задерживают, я не могу идти. Я задерживаю или что? Нет у меня с собой, я же сказал. Отпускай! 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 На самом деле, если вы проводите одиночный пикет, обязательно берите с собой документы, потому что к вам подойдут, потребуют предъявить. Вы обязаны предъявить, ваши документы запишут. И это не значит, что вы задержаны, это не значит, что вы оштрафованы. Если никакой провокации не произойдет в большинстве городов нашей страны, вы можете стоять со своим одиночным пикетом с плакатом, потом свернуть его, пойти в освоясь и никаких проблем не будет. В некоторых регионах полицейские улютуют, в некоторых регионах специально устраивают провокации, когда рядом вместе с честным протестующим, митингующим, пикетирующим появляется другой человек с плакатом. Это уже нарушение, когда несколько пикетов оказывается рядом. Вас уже обвиняют в организации массового мероприятия, где больше одного это уже считается у нас массовое мероприятие. И провокатор испаряется, а вы получаете штраф. «Аква дискотека! Аква дискотека!» «Навай мы с тобой!» «Навай мы с тобой!» «Навай мы с тобой!» Опять же, дорогие друзья, можете кидать в меня камни, можете от меня отписываться, я продолжаю настаивать на своем. Это форменное предательство. Если еще 23 января, 31 января на митингах была, понятно, более широкая повестка поддержки всех политзаключенных, мы требовали остановить политические репрессии, мы требовали прислушаться к оппозиционным требованиям по самым разным вопросам, упоминали пенсионную реформу. Экологию, все что угодно. То сейчас лозунг один. Спасем Алексея Навального. Друзья, вот как коммунисты, социалисты, кто совершенно не разделяет политическую программу Навального, должны встать под этот лозунг. Если бы был лозунг свободу политзаключенным, хватит репрессий, нет репрессий, нет уголовным делам по политическим мотивам, это понятный лозунг. Да, мы за демократию, да, мы за равноправие перед лицом закона, перед законом должны быть все равны, и чиновники, и даже следователи, прокуроры, и судьи, и депутаты, и простые граждане, и олигархи, и сам президент. Это понятная повестка, под которую может встать большинство наших сограждан, подавляющее большинство. Вместо этого, либо вы за Навального, либо пошли вы нахрен. Отпускай! Отпускай! Это были кадры из центра Москвы рядом с Манежной площадью на улице Тверской. Пешеходные зоны по обе стороны были заполнены практически до отказа. Протиснуться там было нереально. Пропагандисты утверждают, что митинг практически не состоялся. Да, по сравнению с заявленным полмиллиона человек, скорее можно сказать, что митинг провалился. Ну сколько в Москве собралось? Ну 10, ну 15 тысяч человек. Ну вряд ли больше 20. Судя по кадрам, не больше 20. Хотя с точки зрения сайта free.navalny.com протестующих в Москве должно было быть больше 150 тысяч. И где все остальные? Вопрос остается открытым. Наиболее жесткие задержания начались в Санкт-Петербурге. Там применялись и дубинки, и электрошокеры. Все по классике. Кто мог убегал во все стороны, кто не мог попадался. В Москве было гораздо проще в этом плане. В Москве до последнего силовики никого не трогали. Даже у Лубянки, у здания ФСБ собралась толпа, ее окружили. И люди смогли прорвать оцепление силовиков. Вы можете себе это представить? Хотя их там было не основное количество. Это была не основная людская масса. То есть там было буквально человек 200-300. И они вроде как прорвали оцепление силовиков и смогли пойти дальше по своим делам присоединяться вот к основной массе протестующих. Ну, если мы видели, как того же 23 и 31 января работают силовики дубинками, умеют махать, то понятно, что просто так оцепление прорвать нереально. Однако же в этот раз силовики действовали гораздо более мягко. Почему? А потому что уже завтра Путин должен выступать перед международными лидерами. А скоро у него еще и переговоры с Байденом. И не дай бог, чтобы в Москве не случилось массовых столкновений с полицией. Конечно, конечно, по минимуму никакой жести. Спускаем все на тормозах. Это Саратов. Тоже несколько тысяч человек на центральных площадях. Итого наиболее массовые митинги показал Владивосток, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Саратов, Москва, конечно же, Санкт-Петербург. Свобода Алексея Навальни! Свобода Алексея Навальни! Свобода Алексея Навальни! Свобода Алексея Навальни! Ну и главный вопрос, дорогие друзья. Результаты митинга какие должны быть? Вот митинг прошел. В течение ближайших пары недель фонд борьбы с коррупцией будет объявлен экстремистской нежелательной организацией. Следующие митинги они организовать не смогут. Заменить их на данный момент, фонд борьбы с коррупцией, просто неким. Кремль молодежной политикой тоже не занимается. Путин, кстати, в своем послании начал что-то вякать про то, что давайте мы в каждый национальный проект включим специальный раздел про работу с молодежью. Дадим молодежи, мол, рабочие места, и там поможем им стать великими учеными, и бесплатное образование, и чтобы им было проще деньги заработать, и кредит взять, и все что угодно. Только пусть они на митинги где-то не ходят, в протестах не участвуют. Но по факту сейчас молодежь и все здравомыслящие люди страны понимают, что при этой системе это тупиковый вариант. И люди хотят выходить на митинги, особенно если у них будет более широкая протестная повестка. Я повторю, экологическая, там, пенсионная реформа, социальные пособия, социальная справедливость, честные суды, честные выборы и так далее, и так далее. Люди хотят показать, что им не безразлично, что в стране происходит. Ну а дальше-то что? Как вы оцениваете шансы, что, например, Навального выпустят завтра? Ноль. Никаких шансов на это нет. Нет. Призрачный шанс там 2%, что его отправят лечиться в Германию. Вот он сейчас поговорит с западными всякими лидерами. Они скажут, ну давай что-то с Навальным решать. И Путин скажет, окей, ребята, мы отправляем Навального к вам в Германию или куда там хотите. Хоть в Израиль, хоть в Бангладеш, без разницы. Но в России он не будет ничего делать. Сможет ли Навальный из Берлина или где он там лежал управлять российскими протестами? Если здесь у него будут арестованы все активы, заблокирована работа всех его штабов в каждом российском городе. Может ли он чисто через свой YouTube-блог организовать протесты на миллионы человек, находясь в европейских столицах? Не думаю. Не верю я в это. Что вы думаете? К чему приведут эти митинги? Высказывайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делайте репосты. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok